Это лица Русского дома. Я Юрий Васильев. Здравствуйте. Софья Константиновна, категорически вас приветствую. Что мы знаем о Никарагуа, кроме слов Даниэля Артега? По-моему, даже особо и ничего. Вот вы нам расскажите хотя бы для начала того, как там появился Русский дом, с каких времён, и что, как говорится, он манифестирует, и насколько там всё поменялось, вот за какое время, которое он существует, сколько? Ну, категорически вас приветствую в ответ. И хотела бы сказать, что, если честно, на моём знании это два предыдущих представителя сотрудничества в Русском доме, причём который последний мой предшественник, он ушёл с поста в мае 21-го года. Я пришла в январе 22-го, то есть там более полугода простаивало место, свято место пусто было, вот. Но, тем не менее, потом вот, ну и ковидные вот эти же времена, то есть всё было непросто, вот. И я, то есть, получается, приехала в Никарагуа в январе 22-го года. И у посольства, которое по совместительству работает с Никарагуа, Гондурасом и Сальвадором, то есть на три страны, нету культурного атташе, то есть культурная работа по сути не велась, вот. Хотя есть куда работать, потому что на самом деле Никарагуа, поскольку раньше, в 80-е годы, в 70-е, очень много никарагуанцев по военным линиям либо по другим линиям направлялись в СССР обучаться. И тогда же в том числе была как раз первая, самая многочисленная волна миграции, но не миграции, они приезжали в СССР, молоденькие российские, советские девушки в них влюблялись, женились, и они приезжали туда. То есть у нас на самом деле немного соотечественников, по консульским оценкам не более 300, и все они в основном женщины 55+, это именно жены вот тех вот ребят, которые обучались. Потом вот этот вот поток студентов, он прекратился, вот перестройка, у нас все было там очень непонятно, вот. Но идея о том, что Россия старший брат или сестра, она есть, очень на самом деле любят Россию, даже помимо того, что Никарага вообще, даже в соответствии с внешней концепцией Российской Федерации стратегический партнер России, даже помимо вот этого всего флора политического, очень хорошо к нам народ относится. То есть вот у меня ни разу на моем пребывании там, то есть с 20,5 года я уже там веду свою деятельность, ни разу не было вообще прецедента там с какой-то русофобией, либо чтобы там мне какое-то мероприятие не согласовали. Потому что у нас на самом деле специфические работы, то есть мы не можем просто взять и организовать мероприятие. Нам надо все всегда и всюду, и даже какое-то там отношение сотрудничества согласовывать с кабинетом вице-президента, прямо вице-президента. От посольства мы направляем туда ноту, прилагаем всю информацию, и если она дает добро, все, у нас зеленый свет на все. И в основном всегда все бесплатно. То есть, например, в моей кинофестивале я не плачу аренду. Мне дают национальную синематеку, чтобы я там делала. Да, в этом плане там очень хорошо, потому что я экономлю бюджетные средства. За счет хорошо правильно выстроенного коммуникации и административного ресурса посредством посольства. Потому что, опять-таки, возвращаясь к Русскому дому, у нас есть соглашение об открытии РЦНК, Российского центра науки и культуры, так же, как здесь, об открытии культурного центра Никарагуа. С 12-го года. Но не открыт. Ни там, ни тут. Почему там не открыт? Нет преподавателей русского языка. Ни одного. У нас один квалифицированный преподаватель русского языка, и тот квалифицированный, как она получила онлайн-сертификат. Мы с этим работаем. Но у нас там очень мало соотечественников, не говоря уже про преподавателя русского языка. Что тоже мы работаем. Дальше, возможно, я вам, когда будем мы о русском языке говорить, распространюсь, что сейчас, в том числе, с Минпросвещения нашим удалось выйти на ту линию общения, что они готовы прислать нам преподавателя туда. Они будут платить ему зарплату. Мы там в университет, вот посредством нашей вертикали власти, определим, и даже, может быть, жилье. Ему университет даст. Но и РЦНК как такового нет. Потому что, во-первых, мало соотечественников, они разрознены. Во-вторых, нет преподавателя русского языка. То есть здание бы просто простаивало. То есть и здание, и охрана, садовники, потому что там без этого все зарастает мгновенно. То есть на данный момент это нецелесообразно. Но идея, как это, официальная юридическая подоплека, к тому имеется. Вот как только мы поставим, сможем иметь там преподавателей, чтобы открыть курсы русского языка, мы этим займемся. Вот. И это по поводу моего там статуса. Я представитель при посольстве. В чем огромный плюс? Почему? Потому что я там одна, да? Одна, и на, собственно, Гондурас, Сальвадор, части Коста-Рику и Панаму. И посольство тоже было, они очень хороший коллектив, и очень мне помогают. То есть мы не делимся, мы просто делаем одно большое дело, и они всячески мне помогают во всех смыслах. Потому что одна бы, как бы, я покрыла столько стран. И поэтому, как бы, я им, ну, не то что помогаю, я являюсь, как бы, их атташе по культуре, и они, соответственно, помогают мне в мероприятиях по линии рассотрудничества. Что очень, как бы, грамотная коллаборация в тех условиях, в которых мы находимся. Что есть, то есть. Вот вы упомянули кинофестивали. Что, получается, в Никарагуа востребован российский, может быть, советский, и вообще, давайте так, в широком смысле, наш кинематограф? Ну, то есть, вот у меня в том году, например, и в позатом году, мы организуем ежегодно кинофестиваль в честь Дня российского кино, который у нас 26 или 27 августа. Вот. Но мы уже договорились с Роскино и с документальными фильмами Героя Великой Страны, они же нам переведут просто на испанский, потому что в Никарагуа у нас сугубо испаноязычная аудитория, у нас английские не понимают, не хотят понимать, они как бы за собственный язык, ну, хотя тоже собственный, какой бы он собственный, да, если за Испанию, ну, не суть, не будем давать исторические подробности, да, у нас все должно быть на испанском. И в том году, и в позатом году мы проводили вот аналогичные кинофестивали в августе месяце, и плюс еще в том году, в 23-м, в октябре мы проводили неделю масс-фильма. Масс-фильм нам тоже... К столетию масс-фильма. К столетию, ну, там, получается, 99 лет еще, мы заранее немножко, потому что, да, нам согласовали те даты через, вот, правительство Никарагуа, и очень хорошо, у нас вот мы хитровкой открыли, и там были классные фильмы, хорошо-хорошая у нас была посещаемость, и на испанском, естественно, мы это крутили, делали там промо. Это будут документалки, а какие именно, что вот, собственно говоря? Ну, вот эти вот, какие переведут я сейчас на испанский язык, мы им запросили, там, несколький список я составила, выбрала из того, что у них имеется, у героя великой страны, там и про шахматистов, и про то, как эвакуировали, по-моему, Эрмитаж, и еще какие-то интересные, они как раз не длинные, если у нас будет вечерний сеанс Роскино, то как раз там на 4, на 3 часа мы поставим документалку, у нас такой будет сбалансированный кинофестиваль на все вкусы. Что-то для ума, что-то потом для фикшена. Вот, опять-таки, здесь более общий вопрос, а чем, как говорится, чем вы гости только ведете, чем из российского наследия, чем из российского, скажем так, культурного багажа, либо из того, что делается сейчас, чем из России в целом можно и нужно заинтересовывать тех же никарагуанцев, которые, да, знают, что был Советский Союз, что есть Россия, что стратегический партнер, но, опять-таки, это как-то вот достаточно высоко для обычного человека. Обычного человека чем заинтересовалась из российского? Да на самом деле они настолько всему рады, но я в него не копала бы для обычного никарагуанца все-таки, учитывая определенный уровень образования, они как бы бомбардировали его высокими квантовыми физиками и высокими технологиями, но на самом деле, что касается культуры, народных промыслов, кулинарии, фото-выставок, которые мы тоже открывали, очень хорошо идет. Причем еще два раза в год в Никарагуа проводится правительством страны, международный, как это называется, гастрономический культурный фестиваль, где они приглашают представителей всех аккредитованных в стране стран, в том числе Россию, Штаты, Канаду, Францию, Китай и Корею, в одном большом конгресс-центре, там прям огромная территория, и посольства, и там, я не знаю, рестораны, например, китайские, они выстраивают свои буржеты, да, свои стенды, павильоны, и где они продвигают собственную культуру, и мы тоже регулярно... Собственную кухню, да, в данном случае? Кухню и культуру, то есть он гастрономический и культурный, они готовят свои там блюда, некоторые продают, некоторые бесплатно раздают, и у нас ежегодно, у нас от 6 до 7 павильонов России удается согласовать, то есть там, я не знаю, у Америки, у Канады, дай бог по одному, если они вообще участвуют, мы полномасштабно к этому подходим, потому что удается привлечь соотечественников, у нас в этой соотечественной две дамочки, они, например, пекут, пекут российские там всякие пешные изделия, да, там один дядечка, он делает там из мясной продукции, ну, то есть удается их привлекать, и для них хорошо, они продвигают, да, свою продукцию, и для нас хорошо, и с посольством мы тоже очень плотно в этой связи работаем, и у нас очень большие всегда посещения, потому что никарагонцам интересно, и вот эти вот, как бы это ни звучало, да, там, дипломатия матрешек, и мы-то, им это хорошо заходит, вот конкретно в регионе Центральной Америки это идет, но плюс-таки, да, мы можем с вами абстрагироваться от среднестатистического никарагуанца, который знает о России только идеалистические представления, и там медведи, балалайки, матрешки, которые ему нравятся, водка, водка, которые ему нравятся, да, но тем не менее там есть и другая часть, например, у нас работы этого Никарагуа, латиноамериканский институт биотехнологий Мечников, это дочка нашего ФМБА, то есть Федерального медико-биологического агентства, и он работает, производит там вакцины, в том числе от гриппа, от Денге, от желтой лихорадки не уверены, и вот они хотели запустить от ковида, по-моему, пока не запустили, но тем не менее... Ну, уже тем временем кончился ковид, да, в принципе, научная база и техническая у них имеется, и они на самом деле очень хорошо там работают, работают, и очень им тоже интересно, мы направляем от них ребят обучаться в Россию, тоже там, если хотите, могу сейчас об этом поподробнее рассказать. А давайте, коль скоро затронули, что у нас, у нас сколько квот, у нас сколько было квот, сколько есть квот, какие специальности образования у вас требованы, Ну, это да. Что хочет? Что мы... Что хочет они? Что можем мы? По статистике. Они-то хотят, чтобы билеты им авиа оплачивали, а у нас правительство стипендии, правительство Российской Федерации, к сожалению, к сожалению, билеты не включают, они, естественно, этого хотят, потому что очень дорогая логистика, очень дорогие переветы. Три с половиной тысячи... Да, примерно три с половиной тысячи, но это туда-обратно, туда, наверное, ну, полторы-две, но при средней зарплате, да, там, 400-500 долларов, ну, не каждый может стоять. Сколько квотов? У нас, когда я пришла, было 10. В следующий год мы увеличили 15, сейчас у нас 25 квот, и у нас удалось добиться как раз-таки через латиноамериканский вот этот институт биотехнологии медщиков и ФМВА, у нас с этого года мы добились 10 специальных стипендий по их линии, то есть у нас до этого есть 4 квоты специальные Росатома, но Росатом они как бы привлекают, тоже я об этом сейчас поподробнее расскажу, что в качестве плюшек для своих студентов они дают только практику на своих центрах, что как бы неплохо, но материально студента этим не заинтересуешь, в то время как ФМВА они оплачивают и авиабилеты, и стипендию здесь платят, и вообще поддерживают, ну, они даже там решают проблемы чистые у студентов, у их которые возникают, но они тоже не простых людей присылают, они через вот этот институт Мечникова, они реализуют интересный проект, называется Бионика, они сотрудничают с университетами, и а-ля выхватывают обучающихся на факультете биотехнологий звездочек, и ведут этих студентов, да, делают им практики, а потом, если они хорошо себя зарекомендуют, они, да, просто помогают им регистрироваться через вот мою программу, до этого они у меня проходили в общем рейтинге, да, потому что мы не можем делать никакие привилегии никому, а сейчас нам выделили 10 специальных мест, то есть они у меня идут по спецрейтингу, и мы их всех практически можем всегда отобрать, вот сейчас у нас от них поехало 8 человек, 2 человека, они там не успели сделать какие-то по здоровью, в общем, то есть это в основном вот этот рейтинг, это федеральная медика-биологическая компания. Вот сейчас у нас получилось из 20 человек, мы, по-моему, направили, или 17, у нас 8 по ФМВА, остальные у нас в общем потоком, то есть, ну, там, варьируют, там, от инженеров до международных отношений, то есть там все, причем я вот, будучи представителем Росотрудничества, также отбираю гондурасов и сальвадорцев. В Гондурасе у меня сейчас 10, а в Сальвадоре 35 стипендий. Мы были на инаугурации президента 1 июня, Букеля переизбрали, и вот он там выступал в должность, очень красиво, и мне удалось параллельно с вот тем, что мы приехали с посольством в страну, удалось провести 2 конференции в Национальном университете Сальвадора и в Педагогическом университете Сальвадора. Помимо того, что там в преддверии Дня русского языка я про русский язык им немножко рассказала и про возможности его изучения, и то, что у нас есть определенные наработки по онлайн-курсам бесплатного русского языка для никарагуанцев, сальвадорцев, гондурасов. Удалось выстроить отношения с СТОБГУ, а не на бесплатных началах. Просто удалось с ними мне договориться. Они вот нам два раза, два года подряд дают восьмимесячный курс бесплатный русского языка для никарагуанцев. Сейчас мы хотим подключить гондурасов и сальвадорцев. И преподаватели СТОБГУ, за что им большое спасибо, то есть они ночью это дают. У нас 9 часов разницы. С Москвой, да. И чтобы там студенты как бы не полуночь линчили, ничего, у нас преподаватели СТОБГУ, они ночью с ними бесплатно работали. То есть молодцы. Потом выдают им сертификаты. Класс, я не знаю, как удалось это сделать, почему они на это пошли, но за что им большое очень спасибо. Молодцы. И то же самое с сальвадором сейчас планируем запустить. Так вот, про то, что удалось с этими университетами. Я в первый раз была именно с университетами, с ректорами познакомилась. И как бы может быть сейчас, в этом году начнется отборочная кампания, может быть как бы получше, потому что транспарентной передачи информации особо нет. У нас есть представитель посольства в Сальвадоре, но один человек... Но это не его функционал, прежде всего. Один человек не может все делать. Он там и по политической, и по экономической части. И я понимаю, почему я ему направляю всю информацию, она как бы застапаривается. Невозможно этим заниматься. Это надо вот именно вот так приезжать и работать... И толкать вручную. Это надо узнать и лично знакомиться с человеком, которому потом можно будет направлять информацию. Поэтому работаем. Конечно, сложность в отношении студентов в чем? Вопрямо билетов в том, что они не знают, как им направлять средства из Центральной Америки в Россию. Вот это самая большая проблема, да, потому что они же едут в основном несовершеннолетние, ну там или молодые ребятки, которых нету своих. Как они приезжают учиться, им же нужно от родителей вспоможение какое-то. И очень многих пугает эта ситуация. На вокзал за передачкой не придешь. Да, да, да. Тут как бы тяжеловато с этим. То есть это многих тоже отпугивает, помимо билетов. И билеты в первую очередь. Это то, что они хотят от нас. И я как бы закидала эту информацию, эту идею. Но нельзя обеспечить билетами все сколько там, 30 или 35 тысяч студентов со всего мира. Приглашаем невозможно. Это бюджет нас не подтянет. И может быть оно и правильно. Я тут недавно пыталась это проанализировать оптимистично. Если человек потратился на билет, он заинтересован учиться. Он приедет и будет учиться. Это так же, например, как из Афганистана. Там у нас что-то 10 тысяч человек. Они просто приезжают по этой программе, чтобы из страны выбраться. Они не заинтересованы многие в обучении. А то, что платный билет, это как бы определенный отсек на мотивацию. Ну, я пыталась это как-то себе рационализировать. Что, в принципе, тоже. Кто хочет, найдет. Это однократное вложение, в принципе. Это правда. Тот, кто не хочет учиться, хочет лоботрясничать, может лоботрясничать, сэкономив 3,5 тысячи долларов на билет в два конца. И пусть мы там не 25, а 20 наберем, зато эти 20 как бы реально хотят учиться. И реально, и в том числе рублем мотивируем. Как в случае, золотой кордовой мотивируем. Ну да, зеленым рублем. Да, зеленым. Да, зеленым рублем. Слушайте, кстати, а вот все-таки давайте вернемся с русским языком. Насколько востребовано изучение русского языка, вот, допустим, в том же Никарагуа, и что мы можем предложить? Я уже понял, что мы не можем предложить пока что, и что мы, возможно, сможем предложить. А что можно сейчас предложить? Насколько востребовано изучение русского языка? Кроме того, что вот ты студент будущий, что ты полетишь, как говорится, хочешь, ты собрал 3,5, ты, как говорится, выиграл. Но ты когда полетишь, тебе первый курс будет русского языка здесь, а-ля на подпаке. Но, тем не менее, востребованность есть. И, тем не менее, курсы русского языка уже существуют. У нас есть центр русского языка от Фонда «Русский мир» при Национальном университете. Там, конечно, не совсем квалифицированные преподаватели, в том плане, что вот, ну, и тоже посредством мы нашли им там некие программы, они онлайн проходили, но, тем не менее, там как бы базовое образование у них не преподаватель. Но, тем не менее, они преподают. Там у нас работает вот этот центр, где-то 100-120 человек в год они выпускают. В основном, конечно, студенты, но есть там и от мала до велика. Единственное, конечно, мы помогаем этому центру как-то культурно развиваться. Там тоже были свои, как это сказать, проблемы с администратором. Там был прошлый администратор Никарагуанец, какие-то у них там были финансовые проблемы. Я не вмешиваюсь, это их финансовые расчеты, не мои. Я просто им сейчас с нынешним администратором, это наша соотечественница. То есть мы вместе проводим культурные мероприятия. Я всегда их там приглашаю куда-то, тоже им подбрасываю всякие проекты и курсы повышения, квалификации. То есть есть этот центр. Плюс-таки в том году открыли у нас вот этот открытый центр открытого образования. Это что такое? Центр открытого образования, это был грант Минпросвещения. Его выиграл Глазовский педагогический университет. Они даже приезжали к нам в Никарагуа, все вроде мы хорошо придумали, как вообще и согласовали с правительством, что самое главное. Но тем не менее они, несмотря на это, открыли этот центр вообще вне города Монава, вне столицы, в небольшом городке Хинотепы. Не знаю по каким причинам, были вопросы, но это не моя компетенция. Где Глазов и Хинотепы. Да, не моя компетенция их как бы... Ну, по крайней мере, центр работает, нас с вами не спрашивает и не разоряется. Не разоряется, вроде они хотят его тоже либо перемещать, они сейчас уже просто национальный университет не отвечают, потому что там никараганцы не обидчивы. Они бы нас не послушали, мы с вами просто не будем больше иметь дело. Они очень, с ними очень непросто. И еще тоже одна культурная особенность, про культуру мы с вами потом тоже можем поговорим. Они не говорят, нет. Вот им пишешь, например, там, согласуйте нам то-то, 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 или там вот такая, я не знаю, организация хочет сотрудничать. Они, если им интересно, они завтра, послезавтра ответят, что да, там, вице-президент, что да. С большим удовольствием вот у нее вот эта вот, она одна строчка, и все там расписано, кто дальше этим занимается. А если им интересно, они не ответят, нет, они просто не будут отвечать. И это тоже как бы, они, ну это интересный аспект культурный тоже, это надо просто понять, как они работают, и уважать их, как бы, культурные особенности. Вот, и так же, как вот с этим центром образования открытого, ну как бы посмотрим, как его можно немножко прокачать, скажем, потому что я бы и рада, потому что, поскольку... Это такие единицы, это такие какой-то свой, скажем так, вот гуманитарный разрез, своя гуманитарная цель, своя гуманитарная, скажем так, направленность, да, которая, безусловно, вам бы помогла в вашей деятельности. Конечно, я бы им с административным ресурсом помогла. Тоже, когда они проводили в том году аттестацию, я им тоже там и на своих ресурсах размещала информацию, и своих студентов им туда направляла. Ну, потому что общее дело делаем. Своих студентов это что? Ну, своих студентов, которые у меня в базе данных, и студенты, я знаю, что они знают русский язык, и аттестация им бы не помешала. Понятно. Вот, тестирование РКИ. И, то есть, я их всех туда канализировала, потому что там девочка, она, да, в декабре проводила. То есть, как бы, я не собираюсь там разделять за какие-то там властные полномочия бороться. Мы делаем одно дело, и надо это делать сообща, то, что они немножко выбрали странную локацию, на мой взгляд. Ну, это мой взгляд, ну, попробуем их как-нибудь, когда никарагванцы сейчас отойдут, переместить куда-то более поближе к столице. Опять-таки, вот этот вот курс русского языка онлайн, который СПБГУ у нас бесплатно организовывал. Большой интерес. На самом деле, первый раз, когда мы это запустили, два года назад, у меня сколько было? Сорок человек. В том году у меня было 150 человек. Это курсистов, те, кто изучал русский язык. Да, 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 онлайн. Это на круг онлайн, да? Да, 8 месяцев. Конвокатуре будем открывать. Сколько запишите, потому что мы там все формализуем, чтобы там... Конвокатуре? Конвокатуре там... А как это у нас будет, когда открытие, открытие записи, открытие записи на курсы, например, вот. Я точно не знаю, как будут по-русски это. И посмотрим, мне кажется... ВОКО это звать... А, Конвокатуре, ну хорошо. Конвокатуре, прекрасно. Еще вот хочу как раз подключить гондурасов и сальвадорцев, потому что там тоже есть большой интерес. И вот сейчас в университетах Сальвадора и до этого университета Гондураса, они, конечно, хотят, там нет стран в странах, то есть нету там возможности им обучаться. То есть как-то можно подгрести под свою крылышку, да? Конечно, можно вот под ТЖСПБГУ, и СПГУ, в принципе, они заинтересованы. Вот они, как сказали, мы переговорим с руководством по поводу подключения гондурасов и сальвадорцев. Ну, то есть, я думаю, возможно. Ну, как говорится, в реализации планов международного сотрудничества три галки по трем странам лучше, чем одна. Конечно. Так что шансы, безусловно, есть на положительное решение. Поэтому им это тоже плюс, и к карму, и в общее международное сотрудничество. А вообще, вот если мы стали говорить о некоругланских культурных особенностях, что вот тут, есть традиционный вопрос, о чём мы будем бежать традиционных вопросов? Что, скажем так, корреспондирует с нашими, как говорится, особенностями, а что наоборот, как говорится, просто не идёт, а в распор, в разрез? Ну, вот про разрез трудно, на самом деле, говорить, потому что культура, как бы, это вообще очень размытое понятие. Начнут, поэтому, со сходства. Да, давайте. Со сходства они, на самом деле, очень патриотичны, сильно патриотичны. Они любят очень свою родину, они этим гордятся, они очень любят, ну, у них, понятно, там есть свои проблемы, после, особенно, попытки переворота 2018 года, там есть своя позиция, но вот большинство, и мы работаем с правительством, да, у них очень, они очень любят своего президента, своего вице-президента. И вот даже сейчас у нас было 19 июля, 45-летие Синдинисской революции, вот к нам приезжала делегация с Володиным, с депутатами, с нашими. Они участвовали в этом огромном мероприятии, центральном акте, который там был на главной площади страны. И тоже, даже Володин, потом уже на встрече с президентом, с Даниэлем Артегом, он сказал, как мне понравился ваш вот этот вот мероприятие и ваша ориентация на молодежь, потому что там реально есть Синдинисская молодежь, это прям такое большое сообщество. Это не партия, это вот просто как бы... Это движение. Движение, правильно, вот это слово. И с ним правительство очень работает. Они вообще считают, ставят молодежь сейчас как бы не по главе угла, но это основная их опорная аудитория. И они очень прицельно с ней работают именно на предмет патриотических ценностей, традиционных ценностей, причем тоже параллели с нашей стороны, что мы их тоже продвигаем, их храним, их ценим. Ценность семьи, да, вот это вот вся моральная подорога. Это корреспондируется с самоощущением никарагуанских, скажем так, активной молодежи. Да, и правительство, и то, что это продвигается сверху, это очень здорово. И помимо того, что там из уст президента вице-президента в школах, в образовательных учреждениях, и тот же Володин сказал, надо нам взять на заметку и тоже такие проводить мероприятия. Они очень поднимают и моральный дух, и именно пронизывают вот этим единством вот этой... Это не идеология, это вот просто принадлежность к каким-то моральному богатству, моральным ценностям. Это очень, на самом деле, здорово. И это не какой-то там вымученный патриотизм, а не на самом деле очень патриотично, и это очень славно. Раз. Вот это общность. Еще давайте общность. Что общность? Магнациональность. То есть, они блюдут. Там, на самом деле, не так, например, как в Мексике, не так прямо уж сильно много индихенос, да, народов прежних. Но, тем не менее, то, что есть, они очень это ценят и хранят. А какие народы есть в Никарагуа? Мы все думаем, как говорится, ну вот, никарагуанцы, вот. Вот я понимаю, что очень многие думают, ну вот да, все говорят, дагестанцы, хотя есть аварцы, даргинцы, лесгины, кумыки и более десятка государства, образующих народов и языков, поэтому там и был совет. Что же, в Никарагуа тоже, как говорится, много разных-разных народов? Ну, не так много, как, вот, говорю, в Мексике, но, тем не менее, например, есть даже две огромные автономные области на Атлантическом океане. Огромные для Никарагуа, прямо скажем. Они прям большие, они прям очень большие, но они плохо освоенные. Туда даже дорогу вот недавно только сделали, там, 8 часов нужно ехать на машине, и вот они прямо называются автономные области Атлантики, там, Южная и Северная. И там вообще живут, как бы, полуафриканчики и говорят нас даже в своем собственном диалекте. Там вот эта вот карибская часть Никарагуа, они и внешне отличаются, и лингвистически отличаются, но, тем не менее, с ними тоже чпотно работают. Например, у нас оттуда министр туризма, вот, ее зовут Анаша Кэмпбелл. Она такая очень красотка, вот прям карибского типа, очень милая девушка, и они, у них вот это вот, как это, инверсивная называется политика, то есть они очень поддерживают, очень работают и продвигают это в том числе через, например, у них есть креативная платформа Никарагуа Десене, она курируется дочерью президента и координатором креативной экономики Камилой Артега, и они, например, там вот занимаются чем? Ну, что они продвигают национальных местных дизайнеров, организуют там модные показы, тоже художников, и это на самом деле очень классно, удалось установить, начать, установление сотрудничества с нашей МАКИ, с агентством креативных индустрий, я давно им искала просто Никарагуа Десеня, партнера в России, уже кому только не писала, кому только не звонила, потому что они классные, но им нужен как бы, нужна поддержка там по обмену премудрости и всем этим. Обмен премудрости, рынок, возможно, да, и вот какие-то места. Да, или там совместные экспо, мастер-классы, там обмены какими-то наработками, вот сейчас, потому что Никарагуа Десеня у нас, Дом Латинской Америки, организовывал как раз фестиваль, как это модный, они туда присылают даже костюм, по-моему, 20-го, даже был, 20-го, 22-го, что ли, июля, здесь в Москве, но, например, там, приехать они не могут чисто финансовым проблемам этим. Опять-таки, три с полком. Конечно, вот, и Никарагуа у нас 6,5 миллионов населения на минуточку, то есть мы страна-то как бы небольшая, но очень гордая. Очень гордая птица. Вот, поэтому, даже говорю через это Никарагуа Десеня, они постоянно транслируют именно инверсивность своих малых народов, и народов из, там, не знаю, из деревень, то есть они это и показывают, и ездят туда, постоянно снимают. Это очень, на самом деле, интересно, то есть они очень в этом заинтересованы. И вот тоже сейчас хочется, пришло на ум, это не совсем сходство, потому что мы в этом ключе только работаем, что у них очень большой процент женщин в управлении. Прямо у них, даже по оценкам, я когда-то читала в парламенте, в национальной ассамблее, 50,6% женщин. У них на данный момент мэры всех крупных голодов женщины, Монагу, Алион, Гранада, Чинандего, все мэры женщины. Но у них такая интересная система, у них, например, мэр женщина, ее зам мужчина, и потом в следующий год они шифтятся, то есть будет мужчина, а зам всегда будет женщина. То есть у них гендерное вот это вот равенство, оно очень блюдется, оно очень соблюдается, прямо они продвигают женскую... Слава Богу, что у них традиционные ценности, и поэтому гендеров всего два. Да, да, то есть они не путаются в процентах, у них достаточно простая математика, но она соблюдается. Это на самом деле тоже очень ценно, и они этим всячески... Ну нет, они это не бравируют, но это прямо чувствуется. Ну опять-таки доложите им, пожалуйста, что у нас почти вся ветвь власти, а именно судебная, женская, а мэры действительно крупных городов, вот была тенденция, и до сих пор она сохраняется. Где-то поменялись, но, допустим, вот мэр Калининграда до сих пор женщина, мэр Липецка сейчас получила пост вице-губернатора, мэр Челябинска женщина, очень-очень много. Ну я читала такой рейтинг, что Россия очень в этом плане улучшилась, но еще пока не 50 на 50. Но тем не менее, и что это очень просто интересное наблюдение за Никарагово, что вот они это всячески продвигают. Ну потому что, в принципе, культуры вообще не судят, да, и решение стран. Но это очень интересно, скажем так. Что еще разнит нас культура? Отношения ко времени, они крайне не пунктуальны. Будто мы пунктуальны. Мы пунктуальны. Или по сравнению с ними? По сравнению с ними мы суперпунктуальны. И да, там, конечно, все начинается позже практически. Ну к этому нужно привыкнуть, опять-таки, не первый раз в Латинской Америке. А ваш опыт работы в Латинской Америке перечислите? Ну, работа тоже, и работа, я, например, когда обучалась в аспирантуре в нашем УГУ, я выиграла гранты правительства Мексики и писала там часть диссертации в Мексиканском Бунане, в Национальном университете Мексики. То есть я там прожила где-то около года, чуть больше. То есть кандидатская диссертация, да? Да, политических наук. Вот, и то есть тоже я там и в конференциях участвовала, и во всей жизни, а потом как раз работала на, как это, представительство Министерства экономики Мексики здесь. То есть тоже я как бы знаю культуру Мексики отчасти. Мексика. А в Аргентине тоже я долго жила. Да, то есть, но Аргентина, она чуть более по-европейски живет, но тем не менее... Особенно после 45-го года, когда туда приехала много специфических. Специфических европейцев светленьких, да. Из Германии. Со светлыми лицами с темной истории. Совершенно верно, да. Понятно. Не спрашивая никогда про зарплату молодого человека, про возраст девушки и откуда приехал дедушка. Конечно, конечно. Ну это и не те вопросы, которые нужно там задавать. Но тем не менее, как бы я много контактировала с Латинской Америкой, поэтому знаю, но Никарагуа, она достаточно все равно специфична. То есть, вот у них вот этот вот дух революции и патриотизм, он прям чувствуется. Я бы не сказала, что он милитарий. Это не про военные действия. Это вот просто... Они вот борцы такие. Борцы за какую-то справедливость. Ну, естественно, у них такая история суровая. За какую-то справедливость. А за какую? За самоопределение. И вот за то, чтобы уважали интересы их маленькой страны и не лезли в их политику, особенно северные соседи. Там же со Соединенными Штатами, там до сих пор послушаюсь Даниэля Артега, у него через каждое слово эти янки. Вообще, что горите в аду. Вот он с трибуны, там прямо... То есть, в 80-х годах, когда он, собственно говоря, пришел к власти, через перерыв и через возвращение Даниэля Артега не меняется. Он все так же может произносить долгие речи. И все такой же, скажем так, пафос его, все такой же национальный освободительный. Да, но вот у него изменилось немножко, она более стала, не скажу, что либеральной, но да, вот он на молодежь очень сейчас ориентируется. То есть, у него смягчилась его политическая повестка, но да, и то, что у нас так речи вести вот на этом центральном акте. Помимо того, что там были в преддверии танцы, пляски и песни, потом, когда в конце подошел к микрофону Даниэля Артега, вот у меня личная пресса, я просто их там тоже курировала, чтобы они все правильно сняли. Вот мы засекли что-то час-пятнадцать потом просто. Вот он никогда не читает по бумажке. Вот он, и он очень мудрые вещи говорит, он их говорит просто достаточно размеренно, ну ему и лет достаточно много, и спешить ему некуда. Вот его все равно все затаив дыхание слушают. Ну да, он хорошо говорит и много говорит. И потом у нас была встреча с президентом, как раз на следующий день мы предполагали, что на полчаса, получилось, что на два часа. Потому что вот он, ну он хорошие вещи говорил, очень правильные. Вот. И в это вот мы с вами ушли про отношение ко времени. Да. Что еще могу вам сказать? В чем сходство? Я вообще где-то помню читала, что у нас культура, такая типология по учебнику, есть элитарная культура, массовая и народная культура. И вот мне кажется, в Никарагуа, в чем она с нами отчасти похожа, хотя у нас элитарная тоже достаточно развита, там очень народная культура. То есть вот эта массовая, которая имеет по собой в основном коммерческую подоплеку, она там есть, конечно, они же тоже там все и кушают в магазины, ходят. Но она не так ярко выражена. Там все-таки создается посредством и работы с молодежью, посредством того, что все-таки все телеканалы и радиостанции там государственные. И там тоже есть определенная не то, что цензура, но определенная как бы линия информационная. То есть там не тот, что кто хочет, кто заплатил ту ерунду и вещает. Там такого очень нет. И в чем прелесть? То есть там есть выдержанная определенная подача информации. И это, конечно, создает вот эту вот народную, культурнородный дух, что они как бы не карагуанцы, они этим гордятся. Это очень славно. А вот вы говорите о том, что вот молодежь, молодежи, даже от Даниэля Артеги требуются какие-то более либеральные, чем ранее высказывания. В принципе, насколько трудно выдерживать конкуренцию, допустим, ну с такими же, допустим, какими-то, если не агентствами, насколько я понимаю, Никарагуа, с американскими агентствами туговато. Ну есть, но есть. Хорошо, вот с такими же, допустим, американскими агентствами, которые Американ, сотрудничество, ну условно говоря. Я понимаю, что у них другие бюджеты, я понимаю, что у них другие цены на билеты до США. Да, и у них и стипендии полностью. И стипендии у них полностью, да. Но все-таки, а насколько удается выдерживать конкуренцию? Нам? Как мы выезжаем на том, что нас некарагонцы любят. Вот прям без, 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 вот любят они Россию. Вот ты подойди, скажи, что ты русский, тебя просто прямо будут обнимать и целовать. Ну вот любят они Россию. Понятное дело, это держится более на наработках Советского Союза. Нужно, конечно, больше работать в этом направлении, чтобы поддерживать эту, безусловно, любовь еще предков, да, какими-то реальными действиями. Что мы пытаемся делать, но сложновато. Почему? Потому что, и как бы у нас, да, там я один представитель, а не центр североамериканский, который там огромное здание с курсами английского, там, с кинотеатром, со всем-всем-всем. И с персоналом человек. Да, под 50 точно. Или там, я не знаю, Институт Данте Алигьери, или Альянса Францеса, или тоже у нас с китайцами открывают свой центр. Вот, то есть как бы надо с этим работать побольше и побольше внимания. А не одна девушка на четыре страны. Ну, как бы, да, сложновато тут конкурировать, но тем не менее, как бы, во-первых, мы с правительством, вот административный ресурс у нас, конечно, идеальный. Я не видела ни в одной из государственных площадок, а там в основном все государства, ну, не все, но в основном, никаких американских мероприятий. Европейские были, да, там, испанцы мы ходили, и французы что-то делают. Вот, американских нет. Пожалуйста, у себя. Пожалуйста, у себя, но они там у себя, собственно, и делают, да, в своем центре. То есть как бы надо бы работать именно, не просто бравировать прошлыми достижениями, а как бы, как бы что-то делать побольше. Но я хочу сказать в этом плане, тоже, во-первых, Москва не сразу строилась, да, после перестройки, как фактическом прерывании не отношений, а именно такой практической коллаборации. Сейчас вот этот институт латиноамериканский, как бы, он работает и хорошо, на хорошем очень счету, и он уже экспортирует свою продукцию не только на национальный рынок, и Венесуэлу, и куда-то еще, я не помню, куда они еще направляют продукцию, не буду врать. А какова продукция? Вот вакцины. Вакцины от ЛИПа, да, от МЭС. А, вы имеете до ФМБ? Да, 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 вот это нас ждал. Этиноамериканский институт биотехнологий, плюс еще сейчас, что интересно, в 23-м году подписало правительство Никарагуа соглашение о неэнергетическом использовании ядерной энергии в мирных целях с Росатом. Да, и они подписали это соглашение, в рамках которого планируется построить центр ядерной медицины в Никарагуа, в Монагуа. Вот сейчас мы ждем, когда приедет Росатом, чтобы они уже там с ответственными лицами от правительства уже обсуждали чуть ли не количество коек и перечень аппаратуры. Это, на самом деле, очень славно, почему, во-первых, это практическая реализация, во-вторых, это будет мотивировать мне, студентов, чтобы они шли на специальности Росатома, потому что я их могу сказать, что, ребята, вы потом приедете, у вас будет вот отличная работа. За отличные деньги. За отличные деньги, за отличные перспективы. Тем более у нас сейчас есть соглашение о признании квалификации и образование с Никарагуа. Вот. Недавно мы подписали с Сальвадором в феврале, и сейчас вот мы работаем над Гондурасом. У нас с Гондурасом есть все, согласованные тексты. Там просто сменился ректор национального университета, а у них ректор национального университета, это приравнивается министром высшего образования. То есть в Тегуси-Гальпе нет министра высшего образования, есть ректор? Там есть министр образования, но он по начальному и среднему образованию. А, понятно. Ну, как у нас есть начальное, есть выше. А выше это ректор. Да, а выше это ректор национального университета. Он сменился, и мы с ним вот тогда в феврале встречались. Он сказал, да-да-да, мы на совете ректоров остальных там у него, сон и остальных университетов просмотрим и будем подписывать. Но вот, вот, пока и ныне там. Мы сейчас вот уже буквально перед моим отъездом снова писали письма, но, так сказать, давайте, потому что мы хотим еще в Гондурас поехать. Нам передали памятник Гагарину. Вот, нам прямо его привезли, изготовили здесь, в России. Передали памятник Гагарину для Гондураса? А почему именно для Гондураса-то? Сальвадора и Никарага есть. А, а где они стоят? Где стоят памятник Гагарину? В Сальвадоре стоит у нас в университете, а в Монагуа стоит на площади мира. Мы туда в день космонавтики всегда возлагаем букет. Точнее, не букет, мы возлагаем такую цветочную композицию в цветах российского флага. То есть у нас белые розы, синие и красные розы. То есть у нас очень все красиво, потом мы делаем мероприятие совместно с Ассоциацией астрономов и астрофизиков Никарагуа. Это на день космонавтики, да? Просто вот вы про Гагарина спросили, а для Гондураса у нас готов памятник. У женминистра культуры мне изготовят базу под этот памятник. Но просто чтобы нам не ездить два раза в страну, мы хотим приехать, памятник установить и соглашение подписать. Ну хотя не посол подписывает, но тем не менее нам там хорошо бы быть. Но они пока нас кормят обещаниями, вот сейчас будем добивать. Но с Никарагуей есть те, к чему, что это соглашение и те же в перспективе ребята, которые поют на стипендии Росатома, да, на эти специальности, они могут вернуться и в Центр ядерной медицины работать. Потому что на самом деле, ну, там порядочный онкобольных, там и солнце-то какое, там какое излучение, вот. Поэтому не помешал бы им, а пока у них там технологический уровень не дотягивает. Это правда. Вот вы упомянули череду соглашений. Вот мне почему-то вспомнилось соглашение Никарагуа вот именно с регионом России, именно с республикой Крым. Вот. Есть такое соглашение. Есть такое. Что оно нам дает, что там прописано и что стороны хотят друг от друга, в высшей степени солнечные стороны. Монагуа, Симферопольчик? Монагуа, Монагуа, Симферополь, они хотели подписать соглашение о побратимстве или о дружбе городов? Ну, это даже, ну да. Пока они подписали. Вообще соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между республикой Крым и Никарагуа было подписано в 21-м году. Вот сейчас нам в январе приезжала делегация вместе с представителем республики Крым при президенте, вместе с представителями самой республики, там министром иностранных дел, ой, министром финансов. Вот, это было рабочее заседание рабочей группы. Они определяли там директивы, не директивы, а как это направление сотрудничества. А что можно друг от друга хотеть, Крыму и Никарагуа? Ну, на самом деле они достаточно были такие практические. Я не особо вдаваюсь в экономические темы. Не в экономические, а вот что опять-таки гуманитарное сотрудничество? Вот гуманитарное сотрудничество я под этот визит подвела в наработки свои, что мы с ними в делегации приехала мэр города Ялты, с которым мы добились подписания... Между прочим, опять женщина. Опять женщина, да. И Елена Петровна. Да, не знаю, знаю. Вот, и мы добились подписания, установления отношений по братинству между городом Ялта и городом Гранада. И она приехала вместе с этой делегацией, и мы поехали в Гранаду, там устроили мероприятие, сделали выставку про Ялту, про Крым и подписали соглашение по братинству. И вот Гранада, Ялта, и вот помимо культурного обмена, мы планируем, чтобы из Гранады, возможно, детки в Артек поехали. Они обещают помочь. Но там проблемы с билетами. В Артек-то нетрудный мэр поможет поместить, а вот с билетами пока спонсоров не нашли, поэтому вот в этом году не получилось. Опять-таки, они поздравляют всех с днями города, сейчас просто Гранаде 500 лет. То есть мы надеемся это пустить в практическое применение. Как между Республикой Крым и правительством, не могу вам сказать конкретные пункты работы, это надо как бы к торпреду обращаться. Мы у нас разделяем власть, и тоже невозможно все сразу объять. Моя как бы культурно-гуманитарная стеза. И у нас получается это второе соглашение по братинству, потому что первое было подписано, по-моему, в 21-м году между Кронштадтом и Леоном Никарагуанским. Это был первый на страну. И мы тоже каждый год даем этому соглашению жизнь. То есть каждый год я провожу мероприятия там. Это обменные выставки, наверное, да что ли? Ну они не совсем обменные, в основном делаем их мы, потому что музей истории Кронштадта, он даже если предоставляет какие-то данные, во-первых, они и на русском, и не совсем там дотягивают до требований моих, потому что я делала, например, там выставку два года назад на улице, как вот у нас на Арбате, уличные, вот эти большие фотовыставки про красоты там Кронштадта. А сейчас у нас было более интересное в этом году мероприятие. Мы тут задружились с представителем, с директором организации патриотического воспитания «Все миры», и он нам вот абсолютно безвозмездно, они изготовили и направили нам в Никарагуа деревянное резное панно с изображением Ушакова, святого Федора Ушакова. Такое же изготовили второе, и когда это было? 18 мая был день города Кронштадт, и они это преподнесли, которое здесь осталось, Кронштадту, а мы там установили это панно в театре муниципальном, это главный театр города Леона, там с присутствием мэра, с мероприятием, там видео показали и про Ушакова переводили, и про Кронштадт, и вообще хорошее было мероприятие. То есть у нас была совместная установка вот этих панно, рассказали, почему вообще что да как, и почему святой Ушакова, да, там святой, какое отношение он имеет к Кронштадту, и что вот такое параллельное событие. Это на самом деле очень здорово, и в Лионе уже не первый раз мы проводим вот такие мероприятия с Кронштадтом, они как бы знают, что они с ним побративы, и им это очень льстит. Будь с нашим военно-морским оплотом в Родне, да, поэтому и вот сейчас хотим как раз да, Монагуа тоже с кем-то побратить, потому что она до сих пор сирота. Сиротиночка. Сиротиночка. Вот с Севастополем была идея, да, и обрабатывали мы эти направленные письма с предложениями, но что-то пока как-то на тормозах, вот надо потеребить Симферополь, чтобы... Симферополь или Севастополь? Симферополь. Симферополь. Симферополь, да. Севастополь у нас школа номер 45 со школой имени Рубена-Дарева в Матагальпе побратим. Ах, это школьное побратимство. У нас есть и школьное, но оно еще, причем такое очень локальное, там по одному из классов, и там эти классы, причем в Севастополе, ну, в школьном Ру-45 изучается испанский язык, вот в Матагальпе мы только хотим запустить, уже фонд Русский мир направляли заявку, они выделяют гранты на открытие кабинетов русского языка, вот, и чтобы в Матагальпе тоже открыть, чтобы эти детки, которые побратимы с детками из Севастополя, чтобы они изучали русский, а так пока что они как бы письмами обмениваются, подарками обмениваются, мы делаем совместные там видеоконференции, я тоже к ним там приезжаю, у нас сейчас было вот мероприятие, мы там матрешки делали такие, вырезали со всякой аппликации, тоже там фильмы, смотрим мультики, ну, чем в этом детки-то, господи, 12-13 лет, они малюточки еще, но мне кажется, если работать на, засеивать зерно любви к России, и какой-то, чтобы они знали чуть побольше, мы же любим то, что знаем, чем больше мы знаем, тем больше мы проникаемся душой, поэтому... Да, вы очень хорошо сказали зерна любви к России, вот действительно бывает и так, что вот одна женщина несет на себе четыре страны в плане, да, вот сияния зерен любви к России, вот, причем страны очень разные, страны очень, скажем так, по-разному проблемные, по-разному относящиеся к России, от безусловной любви, да, весьма, скажем так, каких-то либо программатических, либо ровных, скажем так, отношений, которые еще надо выстраивать, выстраивать и выстраивать, и однако, да, в каждой из этих стран практически уже либо стоит памятник Гагарину, либо он будет этот памятник, и все как-то выстраивается, и все как-то потихоньку идет, и мы все-таки, в случае с Никарагуа, так или иначе, мы не теряем тех позиций, которые были завоеваны во времена СССР при гораздо большем, гораздо более масштабном и уж точно гораздо более, скажем так, укомплектованном человеческом, да, вот, измерении, да, просто этим занималось куда больше людей, десятки, если не сотни, мы все-таки держим эти позиции благодаря русскому дому. Софья Константиновна, ну, как говорит молодежь, респект, вот, и огромное пожелание удачи именно вот на этом поприще, держание культурных, гуманитарных связей с этой частью Латинской Америки, с Центральной Америкой на ваших плечах. – Категорическое спасибо! – Спасибо вам! Это была Софья Харбих, «Русский дом Никарагуа», я Юрий Васильев, лица «Русского дома», до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok